привет привет мои хорошие рада вас приветствовать сегодня будет такое видео грустная наверное даже трагичная будет правильно сказать снимаю я сейчас начало спустя неделю и когда мы вернулись на youtube я как-то не планировала то что у нас будет такой большой перерыв что мы опять уйдем куда-то на неделю но бывают такие ситуации которые просто будоражат тебя когда ты понимаешь что произошло то что выводит тебя из равновесия и то от чего ты не ожидаешь да и ты просто не готов включать камеру разговаривать на камеру и так далее то есть что ну что-то в душе такое все тяжело все это переживаешь что у нас произошло значит начну на нас далека чтобы это было более понятно у у нас когда ева ощенилась и у нее были щенки не в этот раз да когда у нас а пума родилась а первое когда были щенки то хаммер он был вообще самый-самый крупный он родился самый красивый был щенок потом его увидела кошку психанула подскочила и порвала ему кожу на спине ну там половина и он из такого знаете как самого крупного щенка его зашили и таком на гастрадальческие щеночек был и выходили мы его и он такой послабейкой стал его другой щенок обогнал потом его должны были забрать и приехать люди и просили его оставить что они приятного вингу они его заберут в общем и по итогу никто не приехал люди перестали брать трубку ну бывает как выяснилось такие люди безответственные ну может быть конечно там были какие-то обстоятельства но мне кажется всегда можно позвонить и сказать что мы передумали пожалуйста найдите хозяина да они тянуть до того что мы ждали ждали вас до того момента получается не сказать что мы прием через четыре месяца его заберем сами и и щенку уже полгода и по факту вы не приехали мы вообще не знаем что делать я такая счет вам надо было залог брать раз люди так чтобы у людей какая-то ответственность была хотя может быть и залог это бы ничем не помог я и кобели никогда себе не оставляла то есть они точнее не заводила кобелей у меня все собаки которые были это были только суки потому что они ближе к семье и они не такие гордость такие они сам вот это самоуверенность вот это лидерство и это чаще всего такие вот они больше кобели все таки суки они к семье к детям относятся более лояльно позволяют а детям намного больше и они более терпеливые суки вообще не просто нежнее как встречи женщины да и этот кабель остался у нас и и все время да это к нему все равно остерегалась его я его не боялась но я видела что это все-таки кобели с ним на быть очень очень серьезным я знала что собаки ходят в атаку и тут главное отбить эту атаку один раз в общем у нас что было летом да как бы понятное дело что то что мы не снимали видео это есть да какие-то свои причины на это и летом потекла у нас квина и так получилось что квина была привязана рядом с хаммером в общем недалеко и он мог ее так сказать нюхать и что уж у хаммера вообще переклинило проходит ему типа знаете за ушком почесать нежно этот на него выкается короче хватает руку рома взял палку в общем он ему порвал руку порвал руку полностью палец оторвал и вам конечно восстанавливал там беда рука была это ее там полностью этого палец это просто был че трэш зашивали эту руку перешивали и очень долго он восстанавливал чтобы этот палец начал двигаться и на сегодняшний день он еще не до конца она у него разработалась и не факт что вообще еще будут работать тогда этот момент как бы мы обвинили себя что отечную что было недалеко и обвинили себя в первую очередь хотя я уже задалась вопросом что у меня много детей и такую собаку оставлять опасно детям я уже запретила к ним подходить а то есть все обходим его стороной к нему не подходим дальше была ситуация когда анюта зашла в стайку и он я не знаю что уж там получилось анюта испугался он рыкнул на нее и анюта испугался на я больше туда к нему не подойду ну с учетом того что еще знаете когда ты знаешь что он сделал и поэтому и любой его теперь какие-то какие-то вот такие телодвижения воспринимались очень очень таким серьезно тут у меня стояла машина подъехали он мне бог короче прыгнул на бок машин поцарапал машину и я так это все смотрела гранит надо теперь искать хозяина у нас договорились мужичком у него большая база он ему так нравился этот хаммер он от него так кайфовал я бы ты знаешь но вот такая ситуация что как бы ну серьезная собака он такой он держал на ставку держал такую серьезный мужик да да то есть он хотел забрать этого хаммером я сейчас приеду его заберу и что происходит утром меня будет рома мы выходим а нет не так все было он получается меня будет но о том что собака собаки плохо он не сообщает 12 часов дня и я вышла смотрю а он уже вот никакой вот он уже стоит кой кой как как будто эти глаза краснющие я вижу что собаки но нехорошо мы начинаем вызванивать ветврачей и я просто растерялась и я понимала что надо просто было предлагать ветврачам большие деньги ну как большие вот ну хотя бы два в три раза до за вызов потому что был выходной было воскресенье просто все отмазались я там на операции я у меня закончился прием позвоните другим 3 вообще не ответил короче позвонили мы четверим ветврачам и четверо ветврачей просто отморозились и в общем звонила я позвонила сестре она сказала какие лекарства поехать купить мы поехали на полторы тысячи купили лекарств давай ему колоть ну колоть уже начали тоже я как бы тоже растерялась и надо было сразу сестре звонить а мы еще пытались зазвониться ветврачам и сестре я позвонила только вечером уже часов 7 мы поехали искать эти лекарства и еще мы ездили по всему городу искали в аптеках а тоже что зайдешь в аптеку там очередь тут очередь мы наверно по аптекам ездили часа два не так кажется мы настолько долго ездили по этим аптекам приехали его накололи и как мне показалось ему стало легче он пить начал в общем дальше расскажу не хочу сейчас начали видео это все рассказывать и то есть произошла у нас такая такое чип и так сказать с хаммером и до кучи ко всему короче говоря застройщик мы покупали квартиру новую от застройщика и не тогда еще лена говорила оксана не надо в ипотеку брать никакой ремонт вот это ты чё такая дура не смей там пройти в ипотеку еще ремонт я-то вот и не послушалась и сейчас очень жалею что я тогда ее не послушалась и ремонт я побоялась если честно ремонта то что мы находимся за 1200 километров и нам будет очень тяжело делать ремонт в этой квартире нам показал застройщика мы квартиру приобрели у застройщика акватория мой нет акватория это район называется застройщик sbk значит и нам показали пример ремонта нам понравился вообще все четко все красиво и тут значит мне присылает этот риелтор не риелтор менеджера компании посылает фотографии в вайбере и в эти фотографии вайбере присылает с таймером что они там через какое-то время удаляться и что к первый раз видела меня никогда никто не прислал фотографии с таймером и я еще не спрашиваю это что это такое за кругляшок здесь вайбере она как-то это год часа удаляться не скоро эти фотографии и когда я увидела качество ремонта по фотографиям я просто у меня все на свете рухнула я была просто в шоке я понимала что это настолько ужасно это то что нам показывали это что сейчас сделали за такие деньги потому что ремонт они посчитали больше двух миллионов и то что они сделали я просто была в шоке я отправила подружки она такая нами сразу там обои отходит в углах в общем это неописуемо и я просто поняла о том что надо сейчас очень быстро что-то как-то решать но дети хозяйство это же не так все просто чтобы повернуться и уехать и я начала сопоставлять как мне сделать так чтобы уехать в тюмень уехать с ромой и для того чтобы вообще как посмотреть своими глазами что там происходит это будет отдельное видео пока я наверно даже морально не готова об этом пока говорить и то что мы увидели на фотографиях это ужасно это ужасно и то что мы увидели там вживую когда мы приехали в тюмень это было еще ужаснее поэтому сейчас я покажу видео немного до которые будут запаздывать на неделю до того что мы снимали и потом покажу от монтирую видео то что как мы съездили потому что это ребята реально было настолько жутко в моем понимании когда читала отзывы на эту компанию на эту акваторию такие восторженные так было не знаю я была такая на седьмом небе от счастья а потом я когда увидела фотографии я я так наревелась у меня были такие глаза опухшие это просто надо было видеть это так расстроилась я понимаю что это деньги на 30 лет в ипотеку и вот такое качество то есть мы сейчас делали вот в комнате мы сейчас сделали крышу я знаю сколько стоит какой материал и я понимала что сейчас грубо говоря сделан взят сам я не знаю дешевый материал который только можно было взять и сделано а бы как я это ну вот я просто была в шоке от этого все она меня перевернула мое состояние сейчас покажу вообще тот день когда с хаммером как у нас все это было по поводу квартиры это прям будет отдельная история отдельно попозже я я грушу пока не готова это надо чтобы сесть от монтировать надо еще раз пережить этот день еще раз пережить это все что ты увидел еще раз а вновь и вновь просмотреть и я пока наверно не готова просто у меня поднимется опять давлением в общем это жуть это жуть я не советую от застройщика брать ремонт вообще если вы планируете брать жилье либо себе либо родителям от застройщика не берите потому что то что вам покажут ну как бы шаблон пример да то что нам-то это из быка показывала так красиво все за запивали такие рассказы красивые были и все показывали все красиво а по факту просто просто это и хорошее отношение знаете такое вежливая культурная такой прям дужки ровно заканчивается когда вы оформили сделку вот как только вы сделку оформили у вас все подписано тут же меняется отношения сразу же нет времени нет времени там даже с вами поговорить по телефону что-то ответить на ваши вопросы меняется отношение очень моментально и потом когда мы уже вот эти увидели фотографии просто уже начинается те их трубки начинают бросать ты задаешь вопрос тебе бросает трубки разговаривают грубо такое знаете уже откровенно хамство в общем не берите за строчка ремонт я покажу это вы все увидите сами насколько это все печально значит ну ладно давайте посмотрим как этот влог был сейчас ездили в магазин и хотели купить свежую селедку и так надеялась что она уже пошла вот это будет крупная малосольная вкуснейшая селедка ее вылавливают сентябрь-октябрь и я надеялась что уже привезли но нет заехали туда мужичок там продает на год возьмите мой вас тоже слабосоленая ведь вкусная сейчас анютам попросила она поставил картошку вариться и еще у нас беда какая-то случилась сегодня воскресенье и хамеру плохо стало не знаю что случилось с ним мне не хочется верить в то что ну кто-то его отравил потому что ну как бы соседям мы должны сказать что кто-то из соседей собака на цепи если кому-то что-то плохо сделал не знаю почему плохо стало сегодня рвотные рефлексы начались у него и пена 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 короче не знаю в чем дело вот тут клубнику на мест заехали коса клубника я думаю на последний раз им возьмут а как у них она здесь привезли взяла глядите клубнику они тут едят красоточки едят клубнику вкусненькую да вкусная клубника а еще на разлив я взяла этот мохито не знаю не такие скале на колу не похожи вот так понятно эти никого почему должно похоже на полу вот тут у анюта поставила картошку вариться картошка еще не словилась а уже выключилась да еще включите что она поработала чтоб еще покипела и здесь вот которые этим клубника сейчас детям накладывала и вот а прием чтобы снять он его сразу идет рвотного ничего не есть не пьет и вот такие вот препараты посоветовала сестра не знаю конечно как это это вот витамин b поддерживающий мы им пытались этот как он гильд этот которые от при отравлении но у него все назад идет поэтому нет не пойдет да нет вчера всех собак одинаковым кормили тогда бы всем плохо стало понимаешь а плохо только ему одному он прям там лежит так вообще стонет это что-то общей умопромочительно тяжело очень на душе лягушка укусила то у нас то лягушку тут вроде я не видел никогда на севере воскресенье одного врача мы нашли как кто-то в общем у детей предположение что кто-то укусил вот тут маленькая козявочка ходит не знаю посмотрим сейчас и завтра я зовут по документам и риска до дома результ соня спит синда надо и маленько вот и вообще спала спала постоянно ставлю вам сюда куда-то видео которая маленькая была да так подросла уже колбасочка месяцев летком большая большая стала шастая татуировку сделали до ушах клеймо называется надюш да ничего себе понятно ладно сейчас буду все туда это у таня у нас так есть таня это хвостик только не едят это все кушать надо дочь это что-то не объедки вкусно так это вот так кушать дочь смотри ну такой хвостик должен оставаться смотри тань вообще хвостик только должен оставаться короче тут это называется мама доезд из кучу не газировку пьет будешь даже пижамку делась так скупаться будем садиться в ванну купаться завтра в садик господа я закрыл глаза спасибо большое это что маркер таня иди сюда таня иди сюда это твой маркер музыки был но он ничейный был да да ты почему бы подарила он ты не нужен что ли а то есть он тебе не нужен поэтому ты только повышал подарить папе понятно в общем надо дарить подарки те которые не нужны хотел выбросить да и те которые тебе не нужны такие подарки надо дарить людям да да я-то думал как он дочь не твой не твой а чей он никому не нужен получается поэтому ты решил подарить папе надеемся к папе ну давайте поцелуй красиво как ты нарисовал молодец умница ты умница какая надюшка давай так купаться надо уже идти завтра в садик ребят давай надюш тоже заряна тоже ждет подарить я вас люблю девочки спасибо вам большое да где-то у него там еще куча подарка покажи там какой-то длина подарила подожди вот это дом это видимо там я не знаю папа типа ты к домой приходишь да а тут оптас папочка написал тут это это что за таксо вот это вот это вот бобер ну так хорошо нарисует нравится она рисует шарики какие-то разноцветные мишка и зайка тут они не расчесывай сейчас пойдем купаться давай давай танчес купаться пойдем надо надо сейчас надюжи все надюжи расплетайся все купаться идем все все по очереди на щеночек не знаю ты-то пойдешь девочки все купаются давай в школу в садик как не хочешь дочь ты еще не выросла ну иди и тогда может тебя полить чтобы быстрее росла папа помечает тонарила я садим у меня даже палатана и садик была тонарила папа давай а а я на на ли еще я Кто это сделал? А кто это сделал, дочь? Смотри, тут вот что. Вот здесь вот. Это то, как бабушки, наверное. Таня, подними, пожалуйста, бумажка. Что заваляется, а, дочь? Дочь, это как же так, дочь? Вот так, на, иди выброси. Выброси, пожалуйста, дочь. Помоги маме. Ну, что мы вот сегодня? Звонили мы нескольким ветеринарам по хамеру. Выходные. Я звонила сестре, она из-за какие-то уколы. Вот. Она так удивилась. Оксана, у вас что, нет круглосуточных вет? Я, какие круглосуточные? Выходной, просто выходной. Ну, значит, что узвонили, уже никого не нашли. Один не взял. Другая сказала, я там на операции. Другая там, я не дома. Еще позвонили. И это врач, он сказал, у меня прием закончен. Звоните тем, у кого есть прием. Короче, вот так вот. И уже вечером приехали, он уже так, знаете, как рычал. Крут, как есть медведи. Вот такой рык стоял. Мне даже соседи позвонили. Спросили, что случилось с собакой. Потом он вечером и начал пить. Мы ему начали уже заливать. Он пил. И якобы хороший знак, что он пить начал. Сейчас с вами сказала. Сейчас, час ночи. Горома, иди сходи. Давай его попоем, чтобы он и потом спать был ложиться. Горома взял воду, налил теплую. Он пришел, я его, ты что так быстро пришел. Ты же собаку пошел поедет. Он говорит, ну что умер. Он уже все может, что разделить, все уже спать ложится. Ой, давай, 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 ты поди, вынеси, чтобы дети не видели. Завтра в школу встану, чтобы не видели. Завтра уже будем мешать. Как тяжело. Вообще просто. Ой, это животные в себе. Как дети, эти животные. Вот так вот. Я так не хочу думать, что это кто-то мог специально просто отравить собакой. Так не хочу об этом думать. Я не хочу думать плохо о людях. Если ты хочешь сделать подлость человеку. Ну, сделай человеку подлость. Зачем ты животное им делаешь? Не знаю я. Я не хочу прям, не хочу думать ни о ком плохо. Не знаю, с соседями хорошие отношения. У нас вот есть только одни тут, не знаю, не совсем здоровые, то у нас это. Окна стреляют по окнам. У меня вот здесь в комнате потом, ну вот там только одни есть соседи, ну как бы со странностями, как мне кажется. Ну как нормально здоровый человек, так начнет по стеклам стрелять. Тогда у нас кого? Ему тоже с дробины. Ну, подойти здесь, отравить. Не знаю. Не хочу, но не хочу ни о ком думать плохо. Не хочу. Если это человек, который просто, ну, иное животное, которое, ну, думаю, что делать человеку, ну, зачем животное? Не знаю. Я не хочу прям даже думать у меня. Ну, вчера собак кормили всех одинаково. Всех. Никого не кормили. Как-то по-другому собака сидит на цепи. Я не знаю. У него начала идти такая густая пена. Днем мы отзвонили всех ветврачей. Не знаю. Может быть, мы неправильно начали его лечить. Не знаю. Честно, вообще просто не знаю. Может быть, надо было... Я обычно, когда у меня в собаку так вот была пена, мы водкой отпаивали собак. А сейчас, ну, позвонили одному ветру. Они говорят, ну, поставьте, типа, вот рвоту. Поставьте оторвоты. А с сестрой уже разговаривали. Он говорит, если рвота была, может, и не надо было делать оторвоты. Надо было, чтобы проблевался. И сейчас начинаю думать, что, может быть, лучше водка бы у него по организму расслабился. Ну, собака прям в муках умирала. Прям ужасно. Вот. Вот такая вот сегодня печальная история. Ой, не могу тяжело очень. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok